МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посетители крупного торгового центра экстренно эвакуировали из здания. В чем причина? Начинаем выпуск. Тело мужчины обнаружили в колодце Таразы, близ одного из жилых домов. В соцсетях распространились видеокадры, на которых видно, как стражи порядка вытаскивают тело человека. Информацию подтвердили в областном департаменте полиции. Умершему было около 50-60 лет. Его личность сейчас устанавливают. Сообщается, что труп при патрулировании территории нашел местный участковый инспектор. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Троих религиозных радикалов задержали в Казахстане. Об этом сообщили в КНБ. Спецоперации по пресечению их деятельности провели сотрудники Комитета нацбезопасности совместно с органами прокуратуры и полиции Астаны, Шимкента и Актюбинской области. Сейчас трое подозреваемых взяты под стражу. Они обвиняются в пропаганде и финансировании терроризма. Значит, досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса. Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма. И финансирование террористической или экстремистской деятельности. Тепловики устраняют последствия аварии в Петропавловске. Там вчера в двух местах произошел прорыв теплотрассы. Более 40 объектов остались без тепла. В результате ЧП также затопило торговый центр. Людей пришлось эвакуировать из здания. В чем причина и когда устранят последствия коммунальной аварии, узнавала Нургуль Алина. Одна из аварий произошла по улице Муканова. Фонтан кипятка хлынул на проезжую часть, парковку и находящиеся там здания. Как итог, без тепла остались четыре предпринимателя. Из ТРЦ пришлось экстренно эвакуировать людей. Там горячая вода затопила первый этаж, где расположены бутики, продуктовый отдел, а также склад за торговым центром. Люди уже подсчитывают ущерб. Естественно, все убытки или все, что будет связано с ущербом, будет оценено немного позже, потому что кипяток, горячая вода полностью, как вы можете видеть, пар идет даже со второго, с третьего этажа. Еще одна авария произошла прямо в центре города. Здесь затопило несколько жилых домов. Напуганные жители незамедлительно вызвали тепловиков. В 11.58 произошло, на 109 мы позвонила, я именно. Нам сказали, уже знают, выехали. Где-то пол первого отключили отопление и в подвале мы задвижки запранили. Уже прохладненько, да, батарея остыла. Пятиэтажка туда все сильно затопило. Вода до третьего этажа бил фонтан. Больше всего пострадали жильцы дома по улице Абая. Там вода проникла во все четыре подвала и поднялась до середины лестницы. Местная жительница Татьяна Тищенко говорит, что в подвале у нее хранились клубни цветов и овощи. Основная проблема в том, что под мой дом вода вошла в подвалы, а подвалы дому уже 40 лет, это раз. И там хранятся все овощи, пенсионеров. Мы в основном нижний этаж. Это же все пропало, это все наш труд. Я не знаю, кто за это ответит. На время ремонта подачу тепла отключили в 28 многоэтажках, шести частных домах, детсаду и нескольких юробъектах. Как оказалось, трубы давно изношены. Это и стало причиной повреждения. На теплоснабжение в целом городе никак это не повлияло. Для локализации этого устранения отключен большой участок. Большой износ теплосети эксплуатируется порядка 70-х годов, 80-х. Да, каждый год мы проводим плановые ремонты на них, проведение ремонтов. Но, как видите, труба не вечная. Сейчас теплосети Петропавловска изношены более чем на 74%. При службе Севказэнерго сообщили, что работы по улице Муканово все еще продолжаются. А вот тепло в 42 объектах в центре города уже восстановили. Нургуль Алина, Азамат Елубаев, телеканал Алматы, Североказахстанская область. И к другим новостям. Касым Жамар Токаев встретился с юными футболистами в Алматы. Президент ознакомился с деятельностью футбольного центра «Футлаб». Открылся он не так давно и действует в пилотном режиме. Азам великой игры 50 ребят обучает 8 тренеров. Но это лишь начало, признаются организаторы. В планах центра тренировать до 1000 детей в возрасте от 5 до 12 лет. Глава государства пожелал юным футболистам успеха в будущем и оставил на память автограф на футболке. Президент также поручил ответственным органам выделить земельный участок для развития детского спортивного проекта и поддержал инициативу построить аналогичный футбольный центр в Астане. В Алматы выбирали лучших терапевтов. Конкурс собрал врачей, проявивших высокий профессионализм и преданность своему делу. Эксперты оценивали их навыки в оказании неотложной медпомощи в экстренных случаях. Главная цель организаторов – поднять престиж профессии. За медицинским турниром наблюдал наш корреспондент. Продемонстрировать свои профессиональные навыки собрались терапевты из пяти команд. Для участников подготовили серию практических тестов. Экспертное жюри оценивало не только скорость и точность медицинского вмешательства, но и способность эффективного взаимодействия в команде. Конкурс лучших терапевтов по пяти направлениям. Это у нас оказание помощи при острой коронарной сердечной. Коронарные недостаточности – это у нас программа БЛС. Следующий – это у нас анафилактический шок. Аналитические ситуационные задачи. И также по профилю поликлиники идет под диспансеризацией. Врачи рассказывали и показывали, как распознать симптомы анафилоксии, сделать инъекцию адреналина, восстановить сердечно-сосудистую систему и как нужно применять основные приемы реанимации. Трудновато было, можно сказать, при БЛС. Немножко, конечно, волнуешься перед каждым станцием. Так все прошло хорошо, успешно. Три станции были экстренные ситуации. Как мы оказываем экстренную помощь в течение 10 минут. Одна из участниц конкурса – Анара Абиткулова, врач-терапевт с 16-летним опытом. Говорит, медпомощь привыкла оказывать как в стенах больницы, так и вне работы. Я на большом сроке беременности. Ко мне врывается пациент. Я должна была какую-то помощь оказать. Оказывается, он отравился лекарственными препаратами. Лекарственными препаратами или растение какое-то съел. Начала его промывать, оказывать ему медицинскую помощь. После промывки желудка пациент ребенок ожил. Победителям конкурса вручили памятные призы. Организаторы отметили вклад врачей в развитие терапевтической области и заботу о здоровье общества. Подобные мероприятия планируют проводить и впредь. Рамина Мирзалимова, Аида Иманалий, Ернат Булатпек, телеканал Алматы. Усилить работу вооруженных сил с молодежью и открывать военно-патриотические кружки при школах. Такое предложение озвучили на 6-м пленуме Совета ветеранов Медеусского района Алматы. По словам участников, сегодня молодежь проявляет большой интерес к воинской службе и структуре в целом. Однако обратная связь развита плохо. Ветераны предложили чаще устраивать показательные экскурсии в военной части или другие места дислокации. Они также выразили готовность и самим участвовать в патриотическом воспитании молодежи путем различных мероприятий в школах и вузах. Как вы знаете, мы основном, одним из главных направлений работы Совета ветеранов – это воспитание подрастающего поколения. В ноябре прошлого года вышла концепция, утвержденная по странам правительства, о том, что уровень военно-патриотического воспитания поднять на высокий уровень, насколько я помню, на 19,2%. То есть в школах, военных организациях создавать кружки, секции. Нужна очень сильная, базовая, правильная идеология воспитания подрастающего поколения. Это, конечно, глобальная задача, которую должны решать не только образование, правоохранительные органы, военные учреждения, идеология киноиндустрии и так далее. Но то, что этот вопрос нужно поднимать, это, я считаю, архиважно. В этом году страна отмечает 120-летие основоположника казахского изобразительного искусства Аблхана Костеева. В честь такого события в одноименном музее в Алматы организовали сразу три выставки. Художественные экспозиции стали отражением всего творчества Костеева, которое по праву можно назвать картинной книгой об истории Казахстана. Посетителям представлены и редкие акварельные работы народного живописца. Айдана Нураш расскажет подробнее. Эти произведения – художественная летопись советского Казахстана. В них жизнь и творчество известных народных героев, писателей. В них красота быта, бескрайняя казахская степь, неподдельная любовь и дружба. На масштабной выставке, которую готовили в течение года, представлены около 300 работ Аблхана Костеева. Один из основоположников казахского изобразительного искусства, художник, который не получил профессионального художественного образования, он не получил общего образования, но именно своим трудом, самосовершенствованием он достиг вот таких вот высот. В музее нашлось место и творчеству маленьких художников. Эти картины – попытка передать и переосмыслить мотивы, увековеченные кистью Костеева. Работам юных последователей мастера живописи посвящены сразу две выставки. Здесь 500 работ были отобраны на конкурс, в котором приняли участие со всех регионов Казахстана и ближнего зарубежья. Конкурс проводился по трём номинациям – это скульптура, анимация и декоративно-прикладное искусство, где участники могли представить и в разнообразных техниках творчество Аблхана Костеева, изучая и вдохновляясь его произведениями. Выставка так и называется «По следам Костеева». Здесь выставлены работы, больше 130 работ молодых художников. Может, среди них есть это будущее Костеев. Он рано лишился отца. Совсем маленьким пошёл работать пастухом, чтобы помочь своей семье. Несмотря на тяготы жизни, Костеев продолжал развивать свой талант и учиться. В поисках знаний в 25 лет самородок отправился в тогда ещё город Верны. С этого периода в его творчестве начинаются большие перемены. В те времена основным художественным направлением был социалистический реализм. В произведениях в основном отражались коммунистические ценности, и ни один художник не мог позволить себе отойти от этого стиля. Но вот работа Костеева «Лунное небо» – пожалуй, единственная, где художник даёт волю своему воображению и проявляет чистую природу творчества. По мне, она напоминает полотно импрессионистов. Открыть для себя новые грани мира искусства помогут опытные экскурсоводы. Выставка будет открыта до мая. Айдана Нураш, Хангельда Ахмедханов, телеканал «Алматы». И на этом пока всё. Увидимся вечером. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова